Люди в древности заметили, что лошадь после испражнения несколько раз сознательно сокращает тонус, чтобы довывести все оставшиеся фекалии. В соответствии с этим они тоже приняли на вооружение подобного рода практику и заметили, что прямая кишка, если она становится более расслабленной, то есть понижается естественный тонус, она имеет риск выпадать наружу. И вот эти упражнения сознательного сокращения поддерживают ее внутри, поддерживают ее в тонусе, поддерживают правильно. А что, человек так не делает, только лошадь? Делает, я же тебе сказала. То есть они... Нет, без практики. Без практики? Да. Но видишь, не все так делают. Нет, далеко не все. Хорошо, что у тебя этот естественный механизм работает. Вообще это правильно, это природный механизм, человеческий, животный, любой. Но осознанное сокращение, когда нет задачи опорожниться, потому что там немножко другое воздействие идет, там идет релаксирующее воздействие, там идет парасимпатика. Здесь ты работаешь наоборот, на сознательность, на симпатику. То есть ты значительно повышаешь тонус. То есть такие же ритмичные сокращения мышц, а у нас все. То, что врачи рекомендуют, перед людьми клизма не лево, да? Вы знаете, клизма это далеко не всегда нужно и необходимо. Ну, только даты на плод воды, я понимаю, там. Нет, это очистка для того, чтобы когда ты совершаешь процесс потуга, в потуге настолько сильное давление, настолько мощная реакция организма, что выпадает и прямая кишка частично может быть. Вот, поэтому здесь нужно быть готовой. Поэтому здесь желательно потренироваться, чтобы она не выпадала и не доставляла еще дополнительную какую-то дискаршю. То есть если я тренирована, то я могу отказаться? Частично да. Частично да. Но потом тебя не имеют права заставить сделать клизму. Вообще-то это, по-моему, делается с согласия пациента. Хотя у нас, конечно, его никто не спрашивает. Просто обязательно всем. Обязательно всем. И я вам объясню, почему именно. Просто они таким образом стараются сократить время на уборку, если в процессе родов же происходит непроизвольное опорожнение кишечника, если там что-то осталось. Потому что очень сильное действие, очень много ганмонов работает. Это все не есть никого. А все равно, понимаешь? Кишечники там столько всего заложено. Кишечник влеченок всего до 5 килограммов мусора мы носим в кишечнике ежедневно. Практика ее не помогает, конечно. Очищаться частично. Но тоже специфические нужны техники плюс ко всему. Это шанг-пракшалана, например. Мы сейчас ее не будем разбирать, потому что при беременности она не показана. И сейчас, если будем разбирать, у вас по-любому возникнет желание ее сделать. А это будет нехорошо с моей стороны. Слухно. Ну, потому что она очень хорошая практика. Чистительно это... В общем, нехорошо с вашей стороны. Потому что если я вас, так скажем, простимулирую на интерес, на запретный плод, и вы захотите это сделать, то вы себе можете просто немножко навредить. То есть это надо делать не во время беременности? Да. Это надо делать не во время беременности. Это надо делать под руководством человека, который это уже делал. Про нее можно почитать. Да. Нет, нет, нет. Абсолютно. Там что-то, по-моему... В общем, то, чего я и боялась. Да, мы сейчас начнем о ней говорить, рассуждать. Не, ну я знаю, что я не здесь от во время беременности. Шанг Пракшалана, жесть раковина переводится. Вот. Это очень сильно. Ну, я думаю, это здесь. Я понимаю. Но ты можешь записать и почитать в интернете, просто не делайте сами. Я вас прошу. Если я вообще-то спать не буду, лучше начну. Почему? Ты будешь спать прекрасно. Это абсолютно безвредная вещь, абсолютно полезная. Если вы ездите там на курорт и делаете гидроколонотерапию, это подобного рода действие. Только не снизу и вверх, а сверху и вниз. С помощью питья воды и создания определенного рода упражнений. Очень серьезная, хорошая часть. То есть, если это все знать и делать, на старости можно не вставлять, как наши несчастные. Мадонна тебе будет в подметке не годиться, понимаешь? Свои там 50 с хвостом. Это надо спешу. Запеши, конечно, запеши. Вот это уже будет более явный рекламный ход, по-моему. Давайте. Шанг Пракшалана. Жест раковина переводится. Шанг. Шанг Пракшалана. Просто я действительно серьезно и честно вас мотивирую не делать самостоятельно эту процедуру. В принципе, то есть, без консультации с человеком, который ее уже проводил, самостоятельно делать нежелательно. Потому что можно очень сильно наградить организм. Это достаточно такое глубокое влияние на организм. Какое влияние у вас какие-нибудь противопоказания? Шанг Пракшалана? Да, конечно. Заболевания ЖКТ. Да, заболевания ЖКТ. Что такое ЖКТ? Желудочно-кишечный тракт. Вот. Заболевания кишечника. Кишечника, 12-й першной кишки в частности, повышенная секреция, язвенные болезни, заболевания, выделительные системы. Геморрой не является противопоказанием, он скорее наоборот облегчается от этого. Эта ситуация облегчится геморрой. Но, в принципе, здесь, если присутствует на протяжении всего нашего длительного, многокилометрового пути кишечника и желудка какие-то заболевания поврежденного характера, поврежденности эпителия внутреннего, тогда шанс-пракшалана либо полностью противопоказана, либо показана с применением несоленой воды. Это потом какую реакцию вызывает понос? Очищение? Очищение вызывает разжиженный стул, да, не обязательно понос, он бывает просто разжиженный. Очень интенсивное вымывание, то, что тебе рекомендовали пить морсы и компоты, очень хорошо промывает почки, весь, всю вот эту вот часть уреологическую, вот, очень хорошо работает с ней. Камни в почках промывают. И, конечно, потом можно как-то выполнять балансер грибы? Конечно, поэтому процедура вся прописана, но ее следует делать, опять же, повторюсь, с учетом. Под кураторством. Да, 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 именно под кураторством, потому что здесь у каждого организм по-своему реагирует. Можно даже прописать все детально, но нужно видеть человека, и это делается в процедуру в течение целого дня, и даже двух. То есть здесь же, наверное, присутствие вот человека, который будет это следить, и ты будешь расслаблена. В процессе ты поймешь, что действительно сделал себе пользу, а не навредил. Что делать, когда родили? Подожди, еще мы не родили, у нас еще потоки. Ну вот я не буду через потоки вышла, или мы еще потоки не запутали? А пока еще вот, думаю, еще вот уже. Да, мы еще как третья часть. Да, мы еще вторая. Да, это только наверно. Мы еще не дообсудили. Да, вот я просто к чему? Вот самое главное, постарайтесь отрепетировать дома сами, и для себя создать привычку дышать в процессе поток именно так. Делать вдох и не с выдохом дышать, да, не с выдохом делать потоку, а с замыканием дыхания делать потоку. Почему это важно? Посмотрите, если мы будем с вами делать потоку с выдохом, мы распространим на два отверстия, так скажем, наше давление. На внутреннее отверстие, да, на шейку матки, и на внешнее отверстие, на рот. То есть мы значительно понизим эффективность этой деятельности. Если мы с вами делаем потоку на задержке дыхания, мы направляем всю свою силу в одно отверстие. Понятно, почему неэффективно делать с выдохом, да, потоку? То есть вы сделали, набрали, задержали, и вот на эту задержку вы делаете потоку. Потом вы выдохнули и восстановили несколько раз дыхание, потому что у вас будут промежутки между потоками. Вам не надо будет делать раз, два, три, все. То есть эта задержка на потоку, это, в принципе, несколько секунд получается с самопотоками? Ну, сколько ты выдержишь? А это будет зависеть от того, насколько ты разовьешь свой дыхательный аппарат в процессе тренировки про ноябру. Я к тому потоку вот это, насколько времени там может идти? Или мне, может быть, несколько раз придется сделать с временем потоки, да? Ты хочешь за одну потоку снять? Нет, нет, я имею в виду, я задерживаю дыхание. Дыхательный аппарат спаляет, почему нет? Я задерживаю дыхание, насколько у меня получается. Ну, конечно, у меня не хватает. Но ты же не должна страдать еще от того, что ты задерживаешь дыхание. Нет, я не буду страдать, у меня вопрос не к этому. Примерно, вот я задержала дыхание, да, насколько я смогу, потом я больше не могу, я, естественно, его отпускаю. Выдохни, выдохни, продолжай, да, вот этот конец потоки, да. Если у тебя задержка дыхания короче, чем возможность мышечная совершить потоку. Ты выдыхаешь, но старайся выдыхать не резко, а просто надавить вниз. Все массы тела, все мышцы. Это понятно, потому что я не могу понять, как сейчас вы объясняли, закончить выдох, а потом продолжить потоку. Потому что я думаю, что если я начинаю дыханием помогать и потоку идти, то если я закончу дыхание, закончилась поток, продышалась и дальше прошла. Мы говорили о таком варианте, и Виолетта спросила, а что если, мы разобрали вариант просто еще один возможный, когда, допустим, ну задержки дыхания не хватает, да, но человеку плохо, то есть он чувствует уже гипоксию, голодание, ему нужно вдохнуть. Что делать, прекратить потоку или продолжить потоку с выдохом? Потому что мы сделали с вами вдох, задержались и начинаем вот эту действенность активную. Она не может больше держать наверху вот эту задержку, да, а потоку все еще идет, то есть у нее мышцы сильные, она продолжает ее делать. Соответственно, она начинает выдыхать вместе с остатком этой потоги. Ну ладно, спереду. Хорошо. По ходу действия. По ходу действия это правильно, да, это правильно. Вот тот механизм, который мы описали, да, когда идет вдох, задержка, и на задержку идет сама потока. Вот на него надо ориентироваться, а как там пойдет, так и будет идти. Мы просто на него ориентируемся, да, стараемся им руководствоваться. А вот такой вот вопрос. Потуга вот эта вот все, работа всего вот этого нашего организма мышечного, это то, что мы и сами создаем, или то, что вот организм, он создает вот эту тоже потугу, а мы ему в этот момент просто помогаем. Он создает, и мы помогаем, и мы сознательно еще доусиливаем вот этого действия. Потом она проходит, и через какое-то время снова начинается, или мы ее... Ты чувствуешь, понимаешь, вот существует в организме, вы это наверняка всегда чувствовали, вот позыв в туалет, да. А, ну, вы чувствуете, это контролируется и регулируется в организмах в том числе. В гетосинной нервной системе, да, контролируется. Мы ей помогаем. А мы ей помогаем, усиливаем, контролируем, и немножечко ей, так скажем, ее чуть-чуть вот заправляем в те рамки, которые нам нужны, если мы это умеем, да. А мы это будем иметь при условии, что мы знакомы с этим процессом, мы его потренировали, и мы расслаблены в нем, моментально хотя бы расслаблены. То есть мы понимаем, о чем идет речь, мы знаем, что будет дальше. У нас нет страха того, что будет дальше. Тогда организм не тратит свои ресурсы на то, чтобы включить симпатику. А если женщина совсем себе не помогает? Ну, это вопрос к женщине. Ну, она же все равно родит. Она родит, но не факт, как она родит, и не факт, не придется ли ей помогать, так скажем, механическим путем. То есть делать кислевое сечение или каким-то стимулятором создавать этот процесс. Я вам рассказывала вчера, что проводились не эксперименты, а научные исследования. У женщины, у которых была параплегия, параплегия – это паралич обеих конечностей нижних. А паралич обеих конечностей нижних иннервируется как раз нашим своим любимым крестцовым воспитанием, крестец и поясница. То есть там отсутствие деятельности спинного мозга происходит. И они рожали спокойно. То есть матка сделает все сама. Дайте ей возможности. Вы просто будьте с ней на одной стороне. Не думайте, что «А, это адский орган, который сейчас меня разрывает изнутри». Вы должны ей помочь. Какая-то дело так и будет. Нет, вы должны ей помочь, понимаете? Ты лучше переживи вот это вот ощущение чуть раньше. А в процесс уже войди вот с ощущением другим. Вы должны ей помочь просто. А для того, чтобы ей помочь, вы должны расслабиться. Дайте ей сделать всю работу самой. Она сделает работу сама. Вспоминайте этих женщин, бедных, у которых паралич обеих нижних конечностей. Которые родили нормально. Хорошо. А когда делают кому-то, например, эпидуральную анестезию, она же не всегда может к потокам пройти? Не всегда. Она же, по сути, тоже парализует? И она носит очень спорный характер. И она не всегда делается очень правильно в то место, которое действительно не навредит, так скажем, в дальнейшем вашему организму, организму малыша. То есть использование эпидуральной анестезии должно быть произведено очень хорошим профессионалом. И вообще-то к ней существуют, опять же, показания. Но нам изначально говорят, что давай что-то побыстрее, чтобы не так больно, эпидурально, эпидотомию сделаем, рассечение промежности, чтобы лучше все вышло. Вот. И, в общем-то, давай, в общем, вот так вот мы и сделаем. Не соглашайтесь сразу, если у вас нет к этому показаний. Мне кажется, что эти у нас роженецы все сами кричат, делайте мне, господи. От страха, от незнания. От страха, от незнания. Потому что так приучили. Потому что не понимают, что с ними будет происходить. Для этого мы с вами здесь, для этого мы с вами вот так, поэтапно разбираем, чтобы вы понимали, что будет происходить. Чтобы вы знали, как работать с собой. Да? Вот. Поэтому, если... Ну, вот человек понимает, что вот мне надо обколоться, и, наверное, тогда мне будет легко. И не будет легко. Она так же будет чувствовать. Да, она может не чувствовать боли, она может не чувствовать самого процесса. Но потом вот этот вот отходняк, да, вот от этой ситуации может так серьезно тоже повредить организму, что нужно тоже бы об этом думать. Вот. И, в принципе, ну, если ты так сильно боишься боли, ну, как-то ты поработай с собой, наверное, вот в плане восприятия этого процесса. Ну, пойми, что такое боль, каким образом она продуцируется в организме, как ее можно избежать, как с ней можно работать, как ее можно управлять. Вот. В конце концов, по терпению одна женщина не умирала от болевого шока в период родов. А болевой шок превышает допустимые границы нормы на энное количество раз, но в нашу кровь выбрасывается огромное количество эндорфинов, которые являются... Гормонами счастья. Да. Во-первых, гормонами счастья. Во-вторых, являются очень сильным анальгетиком. То есть расслабляющим, снимающим болевой спазм. А стоит в это время шоколадку есть? Ну, ты еще сможешь что-то есть. Не знаю. Навряд ли. Ты не сможешь ничего есть, потому что, знаешь, где-то за... даже почти за сутки до родов женщина уже перестает хотеть есть. То есть это опять такой внутренний механизм. Да-то супер. Она должна быть свободна. Она должна использовать весь свой ресурс. Если она будет еще использовать ресурс на переваривание, к сожалению, ее ресурсы будут потрачены не совсем верно. И природа задумывает так, что вот когда мы болеем, да, нам не очень хочется есть. Потому что нам наши ресурсы надо бросить на иммунную атаку. То же самое и здесь. Надо все ресурсы бросить на прекрасный процесс, чтобы он состоялся правильно. Да, поэтому здесь навряд ли будет желание что-то есть. Тут надо, чтобы была вода всегда под рукой. Чтобы была возможность попить немножко, хотя бы смочить горло. Потому что все дыхательные процессы, они будут очень сильно ссушать. И это будет тоже доставлять дискомфорт. Вот. Поэтому водичку вот здесь, да, пожалуйста, имейте обязательно. Что-то, конечно, третье по-другому? Третье по-другому. Нет, давайте третью, четвертую мы и сделали. Все у нас прекрасно. Здесь самое главное помните еще, что очень многие испытывают боязнь. И действительно это чудо, как через такое отверстие может пройти такая головка. Вот. А когда они начинают ее подхватывать? Когда она... Это уже несколько секунд, чем около дня. Тут, знаете, опять у каждого по-разному. У каждого по-разному. Начинают подхватывать тогда, когда она выходит. Ее приподнимают чуть выше. Очищают от слизи нос и рот. Вот. И если малыш начинает сам дышать, сам кричать, потому что разное бывает просто для малыша, это тоже очень сильный напряг. Поэтому... Мягко сказано. Да, да, мягко сказано. Ну, специально, чтобы наши, которые сейчас там, ничего не слышали, не переживали. Поэтому оценка по шкале Абгар, которая производится уже в первые секунды после родов, не всегда адекватная. То, что малыш еще не успеет прийти в себя. И, естественно, ставятся некоторые минусы не совсем правильно. Поэтому вы просто вот, когда получите сыр на ручке, они делают два раза, да, специально. Но просто два раза по оценке Абгар. Первое... Что это такое? Ну, оценивают. Это тоже отошлю к интернету, там все прописано по пунктам. Это оценка состояния новорожденного. Причисляется ноль баллов, если отсутствуют какие-то функции, рефлексы. Один балл, если они слабо выражены. И два балла, если они очень хорошо выражены. В идеале при полной программе набирается десять баллов. То есть пять пунктов, по которым двойка самая большая была. Но это абсолютно разные соединенные показатели. Поэтому просто имейте это в виду. То есть, если женщина вдруг рожает, там все раскрылось, ребеночек уходит, но не подоспела медицинская помощь приходит? То есть, большие риски, что там какую-то слизь не снять с него. Ну, подожди, что значит не подоспела бригада? Нормально, пули сражались как-то. Ну, слушай, ну, ты экстремал. Я смотрю, ты меня все время задаешь экстремальные такие ситуации. Если, во-первых, всегда был институт повивальных бабок, акушерок, которые всегда были на Руси, которые всегда сопровождали женщину уже с момента ощущения того, что она беременна. Она всегда была расслабленная. Она всегда знала, что ей всегда помогло, что ей всегда все сделать. То есть, здесь всегда шел очень четкий инструмент, и всегда именно эти женщины в Древнем Египте этим занимались жрецы. В Средние века это, конечно, все будет. Я понимаю, если вдруг вот такая ситуация. Там, оказывается, еще какие-то есть биологические штучки, ручки, которые надо знать самой, ну, если вдруг... Тебе этого знать не надо. Тебе надо услышать, по крайней мере, волноваться об этом тебе не надо. Ты не будешь самостоятельно сюда принимать его. Ну, если вдруг у Суда... Можете ответить на вопрос? Я бы тебе отвечал. Там полно таких штучек.